Ребята, внимательно сейчас смотрите, что будет делать игрок на ИС-7 на карте Малиновка. И вы не ошиблись, я не опечатался в названии. Да, ИС-7 сейчас будет светить на Малиновке. Это кажется настоящей фантастикой, но внимательно смотрите на экран и поймете, что это не выдумки. И именно так все будет происходить. В общем, все, сражение интересное от начала до конца, поэтому давайте просто посмотрим. Блин, что тут выдумывать? Тем более, посмотрите, какой у нас тут прикольный разъезд команды. Они вообще бросили гору, учитывая, что тут по 4 тяжа на гору. Ну, еще 60 ТП вроде подтягивается, но и то довольно далеко. Т-57 Хэви, вот эти ребята вообще веселые. Встали себе на центре возле камня. Два тяжа Т-57 Хэви, Объект 705. Здесь у нас ПТшки, но там уже круг отрисовки не достает. В общем, в итоге ИС-7 приехал себе сюда ближе к горе и понял, что союзники вообще туда не поехали. Ломает кусты, готовит, так сказать, себе засаду. Ломает деревья вот тут. И, собственно, сейчас начнется все самое интересное. Вот он, кстати, даже попадает в засвет. И светляки подкатились. Заметьте, разъезд какой. Наша команда бросила не только гору вот там. Они еще бросили вот этот фланг, вот эта горка, она тоже пустая. Обычно здесь какие-то ЛТшки-то стоят и не дают врагам вот эти позиции занимать. Или СТшки. Ну, или хотя бы мешают им нагло выкатываться и вот это все, всю тему просвечивать. А в итоге, посмотрите, здесь вот эти два бедолаги просто стоят тупо под ртой, поливаются снаряд за снарядом. ИС-7 никуда не поехал. Он понял, что если он покатился бы вот туда, покатился бы вперед на гору, то его бы смели за считанные минуты там налегке. В общем, в итоге ИС-7 стал себе вот здесь в кустике и спокойненько пытается просвечивать врагов, которые тут вокруг нас со всех сторон катаются. Так, впереди у нас ФВ-215Б, откатываемся назад, пошел, еще ЕБР-105 заезжает. Ёлки-палки, британец нам кидает на 433. И сейчас главное не облажаться здесь, потому что пустили светляков, они дают сейчас разведданные, и ИС-7 вообще очень сложно. Он, конечно, танкует очень неплохо, кстати, посмотрите. ИС-7 натанковал уже почти два косаря за первые три минуты боя. И британец 215Б с горы сверху вниз не может нас пробить, что самое интересное. Так, опять в засвете дед, но вот арта здесь уже шутить не будет. Но деваться некуда, танкуем британца, танкуем 60ТП, выезжает там кранваген. При этом мы продолжаем светить вот тех всех врагов впереди. И пока, ну, не так много на света, 989, интересно будет чуть дальше, смотрите до конца видос. Итак, получаем урон по разведданным. Это ЕБР-105. 105 удалось его нам подсветить. Его Т-57 Хэви упаковал в ангар. Ну, хоть какая-то польза от наших тяжей, стоящих на базе, небольшая. А, в чем дело? Наших светляков-то уже нету. Ни 105-го, ни Т-100 ЛТ. Вот почему вражеские ЛТ-хи так нагло здесь действуют. Наши светляки послевались в первые минуты боя вообще, красавчики. Вот так надо играть. Отличная, отличная команда. Так, Мантикуру бы сейчас подснять. Она, конечно, так нагло, как ЕБРник нас светил, не делает. Но, тем не менее, вот, все. Мантикуру сняли. И теперь ни во вражеской команде, ни в нашей не осталось легких танков. Вот что самое интересное. И кто же будет легким танком? Вы правильно догадываетесь. ИС-7, который нас светил уже 3316 урона, просто чисто став в кусты и играя как светляк. Чего только в рандоме в World of Tanks не увидишь. Ну, согласитесь, ребята. ИС-7 светляк. Это что-то новенькое. Так, урон по разведадным у нас. Это FV215B подсветился. И скоро уже 4000 дед насветит. Там, правда, упаковывают в ангар нашего 60ТП. Вот это беда. Не хочется, чтобы счет 2-3 становился. Но вот вообще. Так, у 60ТП там битва с кранвагном и объектом 705. А все. Теряем союзника. И что же ты, дед, будешь сейчас делать, а? Что ты будешь делать? Подсвечиваем справа 705-го. Его снимают уже без 90 дамага. И 90 на свет. И у нас будет 4 косаря. При этом он нанес 0 урода. Он понимает, что если сейчас сделает выстрел, его 100% вот эти пацаны засветят. И все. Мы отлетим. И еще одного засвета больше он не выдержит. Он уже в чат хвастается. 4К-света. 4 700 засвета у ИС-7, ребята! 5 300 девять... 5 700. Охренеть. Почти 6 косарей засвета. У ИС-а уже больше 6. У ИС-а седьмого. Ну, союзники молодцы. Они хоть и остались на базе, но по засвету они работают. Поэтому, в принципе, неплохо. Так. Счет уже 3-3. 4-3. Наша команда начинает побеждать. Посмотрите, какая у нас тут батарея сзади стоит. Гриль 15. 2-6-8-4. 705-А. И союзники нам пишут 7-ка. Стой, не шевелись. Потому что понимают, что если ИС-7 светанется, то будет беда. Так. Интересно. И 4-го мы светим или нет? Обнаружаем. 60 ТП обнаружил. А 60 ТП прямо перед нами стоит. ИС-7 вплотную не светится. Ребята, он не двигает даже башню. И посмотрите, он не пытается по нему стрелять. Хотя он у него в простреле. Полностью. Вот сейчас он уже решил. Хочет, хочет дать дамаг. Откатывается от кустов. И отстреливается по 60 ТП. Но только после того, как тот исчез у него из засвета. Так. Ну, нам еще, кстати, могут засчитать вот этот засвет в конце. Потом посмотрим. Так. Е-3-го тоже мы светим. И дают еще косарь. Еще косарь 419. И уже 8264. Хотя, я думаю, в конце будет больше. Разведанных. Так. Обязательно досмотрите до финальных итогов. Ну, действительно. Вот прям интересно взглянуть. Так. Кронваген. Кронваген справа. Е-3-й уже пошел давить. А ну-ка, лови НЛДшечку. Залетает по Е-3-м. Но он довольно так. Глупенько стоял. И в итоге Сим наконец-то наносит первый дамаг. Хотя, возможно, он кинул там по 60 ТП тоже. И вот сейчас, правда, мы в засвете видим, что британец кидает. Или он блайнит сюда, непонятно. По-моему, вроде же не светился Сим. Иначе нам бы больше летело по-любому сейчас. Так. Время уходит. Ребят, пока идут финальные минуты. Я быстро хочу вам еще успеть напомнить в этом ролике, что спонсор видоса. Сегодня у нас, как всегда, крутой сайт ВотКит. Где вы можете выиграть золото, премтанки. Восьмого уровня. А также можно получить пять тысяч золота абсолютно на халяву. Каждый день проходит раздача. Переходите по ссылке, которая находится в закрепленном. В самом верхнем комментарии под этим видосом. Проверьте комменты. Увидите коммент самый верхний. Там будет ссылка на ВотКит. Пролистайте в самый низ сайта. И нажмите там кнопку участвовать. Вы зарегистрируетесь в раздаче. Пяти тысяч голды. Также на ВотКит очень крутые коробки. Можно там премтанки восьмого уровня поднимать. Если будете их открывать, то при пополнении счета обязательно вводите промокод Бомбилка. Он находится написан в закрепленном комментарии. Посмотрите, как правильно пишут. Он там с двумя О на английском. Этот промокод многоразовый. Можете и друзьям его скидывать. И сокладовцам. Все они активируют. И все на ВотКит при пополнении счета. Поэтому промокоду получат эксклюзивный крутой подарок. Бонус. Поэтому записывайте ссылку и промокод. Все внизу под видосом. Также, ребят, напоминаю, что в этом ролике проходит розыгрыш золота от нашего канала. Можно до 10 тысяч голды поднять. Для участия в этом розыгрыше. Прожимайте лайк тоже. Подписывайтесь на канал. Врубайте колокольчик в режим все уведомления, кто этого не сделал. И пишите позитивный комментарий с вашим игровым ником. Там и Дед ВКонтакте. Ну и просто давайте посмотрим, сколько лайков наберет ИС-7, который сыграл Светляка на Малиновке. И еще вот интересно, ребят, обязательно досмотрите до финальных итогов. Потому что я, когда их увидел, был несколько удивлен. Все, смотрим финал. Погнал ИС-7 вперед. Все-таки уже 10-5. Реально сработали кусты. Союзники бросили гору. Но ИС-7 здесь не отчаялся, не растерялся. Встал в кусты и насветил почти 9К. Хотя, может быть, больше в конце будет. Может быть. Ну, теперь, конечно, интересно, как это все развернется дальше. Потому что вот он уже заезжает прямо, посмотрите, на горку. 2-6-8-4 поехал вперед, хочет у нас отобрать за цвет артоводов. Давай ИС-7. Свети еще. Надо на рекорд идти. Когда еще такая возможность у тебя будет. Так. Погнал ИС-7 прямо. Там еще 705А. Снизу подтягивается. Ну, что. Интересно, какой же будет финал сейчас. 5 врагов. В засвете 215Б. Но это, по-моему, не наш. Надо нанести хоть какой-то дамаг сейчас под конец. Давай, давай, давай. О! Кинули на 503. Неплохо. Так. Теперь надо вперед. Да что ж ты стоишь? Ай. Артур от арты хотел спастись. Но от арты не спастись. Там, кстати, кранвагон, посмотрите, щимит неплохо нашу команду. Но недолго он это делает. Ребят, досматривайте до итогов. Еще в конце видоса справа на экране будет другой ролик. Там вообще эпик происходил. Там Чифтейн на фугасах. 5 фугасов, видимо, на 4 врагов. Против целого фланга. Зацените. В конце справа оставлю ролик. Очень интересный. Кто не видел, вам обязательно понравится. Ну что, погнали давить вперед вместе с 705А. Надо сейчас высвечивать угол. Там два артовода. И вот первый из них с вертухи. Сразу же по нему на 459. Так. Урон разведдадными нам еще пополняют. И бочат кидает на 203. Ёлки-палки. Так. Надо добивать артовода. С вертухи давай. Ах, союзники добрали. Ну что, вот такой бой. Давайте финалочку глянем. Запомните, тут вот пишет 9374. Глянем сейчас финальные итоги. И 1445 дамага. Вот пока в бою. Что будет в конце? Смотрим. Ребята, это стальная стена и дозорный. И 11440. Я говорил, засвета будет больше. И дамага, кстати, больше. Он, походу, по кому дал? По 60 ТП. Вот видите, на 512. И вот такие подробные результаты. Первое место по опыту за счет света. То есть он обогнал по опыту 705А, у которого 5 566 руна. Арту, у которого 4200 обогнал, войс 7 дает. И вот подробные результаты. Как я и говорил, вверху справа сейчас другой ролик. Это, конечно, настоящее чудо. Еще и натанковал. Нехило. Заходите вон справа ролик. Кто лайки не поставил, ставим. Все, ребят. До скорых встреч. Увидимся. Всем удачи. Пока-пока.